Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Любите ли вы читать книги в наш век интернета так же, как люблю их читать я? Если да, то сегодня ролик как раз для вас, потому что сегодня у нас на канале мой личный топ-5 книг для любителя крепких домашних напитков, которые я в той или иной мере осилил, оценил, прочитал и от души вам могу порекомендовать. Итак, начнем. Почетное пятое место. Это практика. Вот такая вот книжка. Вино, самогон, пиво, настойки, наливки. Просто в домашних условиях варим, гоним, настаиваем. Книга, ну, не маленького объема. Книга очень практичная. И о том, как бродить, и о том, как гнать, и о том, как облагораживать потом. Книг таких достаточно много, в том числе в нашем магазине русскаядымка.рф. И ссылка на эту книгу будет под этим роликом. Считаю, что книга подобного образца. Это must have. То, что необходимо иметь каждому домашнему винокуру, самогонщику. Потому что обычно огромное количество рецептов, огромное количество технологий помещается в такую среднего объема книжку. И девять из них вы не сделаете. Вам не понравится, вам не захочется. Но где-то каждый десятый из них может стать изюминкой вашей домашней коллекции. Поэтому или эта книга, или какая-то из подобных. Опять-таки, повторюсь, ссылочка у меня под роликом будет. Это must have. Двигаемся дальше. Четвертое место моего топа. Эркин Тузмухамедов. Путеводитель виски. Огромная, чудесная, красивая, ароматная, подарочная книга. Тяжелая, дорогая, классная, богато иллюстрированная, отлично написанная энциклопедия виски, в которой рассказывается, что, где, как делалось в плане виски в разных странах, в разных регионах, на разных винокурнях, под разными брендами, марками, очень интересно почитать. Почему рекомендую? Да очень просто. Сам начал практиковать такую вещь. Вы знаете, что зерновые это моя слабость. Именно в этом направлении я больше всего копаю. И я начал брать разнообразные фабричные вискарики, пробовать и оттачивать свой вкус, чтобы понимать, в какую примерно сторону стремиться, делая свои домашние дистилляты. Так что такой вот энциклопедический обзор виски, как у Иркина Тузмухамедова, я считаю, имеет смысл почитать обязательно. Двигаемся дальше. Третье место. Талантливый человек, талантлив во всех сферах. Андрей Макаревич не только музыкант, но и художник, но и классный писатель. У него есть много книг и среди них есть парочка, прямо относящаяся к нашему хобби. Парочка этих книг называется «Занимательная наркология» и «Занимательная наркология. Два мужские напитки». Андрей Макаревич написал эти книги в соавторстве со своим личным врачом-наркологом. Я думаю, если у человека есть личный врач-нарколог, это указывает на то, что у него имеется определенный опыт в употреблении данных напитков. Читается легко, как приключенческая литература. Андрей рассматривает там различные напитки, рассказывает истории из своей жизни, делится впечатлениями, которые на него произвели эти напитки при их употреблении. А следом за этим следуют комментарии врача-нарколога, который с медицинской, с научной точки зрения объясняет произошедший, описанный Андреем эффект. Отличное увлекательное чтение. Активно рекомендую. Третье место. Второе место. Основополагающий труд. Макаров. Основы технологии виски. Вещь прикладная, практическая, с серьезной научной подоплекой. Здесь больше не о том, как что-то делается в разных странах и так далее. Здесь больше о самом техпроцессе. Как делается виски, что именно в техпроцессе делает виски-виски, а не чем-то еще. Поэтому, работая с зерновыми, просто необходимо этот том прочитать. Он не очень большого объема. Написан научным языком, можно сказать. Но читается нормально. Если у вас есть интерес, осилить можно. И это самое полезное чтиво с точки зрения технологий, на мой вкус. Поэтому у нас на втором месте. Ну а делая домашние крепкие напитки, никогда нельзя забывать про правильную домашнюю закуску. Ну, вот такую, например. Коптильня Ханхи поможет вам делать правильные домашние закуски на ваш вкус. Ну и барабанная дробь. Что у нас на первом месте? На первом месте горячо любимая моя книга. Это Марк Форсайт. Краткая история пьянства от каменного века до наших дней. Что, где, когда и по какому поводу. Это совершенно потрясающая, с большим юмором написанная история. Человек проходит по разным историческим эпохам. Древние греки, пещерные люди, римляне, средневековье, дореволюционная Россия. И осматривает, что пили, как пили, почему пили и какие были исторические причины и последствия такого употребления. В частности, он рассказывает, почему в России всегда алкоголь запрещали и никогда не запретили и не запретят. Рассказывает, как пили ковбои в барах на Диком Западе. Рассказывает про Японию, Китай. Удивительно интересная вещь, поэтому первое место для меня читается легко, как приключенческий роман. Активно рекомендую. Что хочу сказать. Практически все эти книги в той или иной степени доступны как в бумажном, так и в электронном виде в интернете. Я предпочитаю читать электронные версии. Я читаю обычно лежа и бумажные книги обычно падают на меня. И будут. Электронные книги, легкие, удобные в обращении. Поэтому я читаю в электронном виде. Все эти книги доступны в электронном виде. Также их можно найти в бумаге, что я вам активно советую и рекомендую. Ну, а о чем хотелось бы поговорить с вами в комментариях. Товарищи, а что из серьезной литературы, кроме форумов, кроме ютуба, кроме интернета, читаете вы по нашему винокуренному хобби и вообще по алкогольной тематике. Оставляйте в комментариях свои мысли, впечатления, любимое чтиво, касающееся нашего хобби. Будет интересно пообщаться. Вы на канале Русская Дымка. Цените натуральное. Продолжение следует...